здрасте о чем хотите поговорить вы знаете что у нас одна тема была война ну да но все по-разному так не пути а все равно все выходит войну не обязательно хочу сказать это очень сильно зависит от человека от двух людей но я с удовольствием поддержу любую не военную тему если зададите или вы сразу хотите про войну чтобы не мучиться не расшаркиваться так а потому что мне больно то что я за баса мне больно то что оставил свой дом для а где вы сейчас находитесь в украине а конкретно если не секрет днепр понял слушайте не очень далеко вы с донбасса уехали и не очень далеко от войны хотел подальше но получилось ну так получилось что тут остановился бы работу нашел на а почему за рубеж не уехали на самом деле не хочется покидать можешь думать вернуть назад но я понимаю что возвращаться некуда все раз я с бахмута бахмут там все разбито ничего не снули там ну хочется посмотреть вернуться блин что это россияне нам оставили хоть куда не переживайте но вы когда будете возвращаться в бахмут вы вернетесь в российский бахмут уже отстроенный вам скорее всего выделят квартиру и у вас все будет хорошо не переживайте ну вернемся свою свой бахмут как он и был но тогда он разбомблены и никто его не будет восстанавливать понимаете вы дальше будете мобида не ну просто ну украина не восстанавливает разрушенные города как бы практика пока вы хоть раз были в бахмуте в бахмуте не был во многих других украинских городах был вот смотрите вот хоть бы разошли посмотрели как он был до вашей я видел я видел ну понимаете как я еще раз говорю тут надо смотреть фактом в лицо вот к сожалению бахмут уже разбомблен я на это повлиять не могу если бы мог повлиять повлиял бы так вот здесь определились что будет дальше с бахмутом кто его будет восстанавливать украина не будет у нее нет ни денег не политической воли для этого она только просирает то что у нее было с советских времен ну она я имею ввиду как государство как правительство не как народ не как страна даже народ и страна хорошие вопросов нет а правительство ну гнилое она вот так ориентирован соответственно а у россии правительство какое бы оно ни было там не знаю как угодно можно относиться но по факту мариуполь уже например отстроили да ну многие дома очень много домов вы же понимаете что вы по-любому все россияне будут оставаться нет конечно такого не любит рабство пытаетесь устроить что ли страна в которой осталось там 15 миллионов собирается в рабство взять 150 миллионов как вы это себе видите выше вы были вы рабами вот скажите пожалуйста слова слова холопа но какого происхождения где она будет работать на нас покажите подождите слова холопа где произошло на какой территории вот самая моя боль да да я понял слова холопа но где они зашло скажите пожалуйста а потом уже и холоп и можно имать матюкаться там я не хочу мотивации это делает вам честь вот хоть за это респект правильно матюкаться не на вижу такой там наученный ну все равно все равно с каждого россияна будут вытянут любая деньга не теньга за манера у вас почему вы на свои силы не рассчитываете что вы хотите вытягивать из россиян зачем на сама силы опираетесь почему нет а почему вы бомбите нас я даже давайте я извините пожалуйста подождите 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 вот одно уточнение даже если хотите чтобы нормально до вас относить подождите да я подожди про отношения поговорим еще одно важное уточнение одно одно дайте мне сказать мне ротинь больше чем но не надо торопиться одно уточнение одно можно пожалуйста ну опять блин 15 гривен отрабатывает по ходу можно теперь сказать смотрите вы сказали что но я вас спрашиваю почему вы не рассчитываете на свои средства а вы говорите а зачем вы нас бомбить и вот если даже принять то что вы говорите за правду ну вот просто в таком виде как вы говорите то бомбим мы вас за свои средства вы опираетесь на свои средства и давайте ответ давайте отпор понимаете это было где убивать детей никто не убивает противостояние не слушайте я сочувствую я сочувствую понимаете над этим вы услышите меня пожалуйста вы понимаете что вы не с тем человеком говорите на эти дни вы такое говорите это вообще никуда не катится у вас есть российский федерации естественно гражданин россии наш вы оккупант вы хотите чтобы нас убить это неправильно абсолютно неправильно это не работает потому что вы надоели уже тараторить одно и то же вы не слышите что я вам говорю если у вас есть паспорт украинца то вы последние там сколько восемь лет вы донатили на убийство своих сограждан понимаете это мы этого не делали а вы делали у вас прям конкретно отчисление шло на войну на донбассе на убийство мирных людей это прям конкретно ваших сограждан а мы ваших же сограждан защищаем от вашей власти не от вас лично от вашей власти в этом и разница я согласен с вами не жил и ты этого не поймешь когда тебя бомбят блин я сочувствую людям которых бомбят блин ну вы понимаете это вопрос для меня вообще не существующий ну зачем вы об этом повторять одно и то же что вы от меня хотите я сочувствую я не сочувствую вашему правительству ваше правительство плохое вам надо правительство поменять правительство выходите на улице начинать уже с транспарантами говорить уберите зеленского уберите там всех остальных и тогда будет хорошо вашей поменять правительство меняйте все будет классно надо поменять правительство я устал я не могу долго вот в таком режиме